Темой рождественских чтений в этом году стала Великая Победа. Наследие и наследники. Помнить свою историю и передавать ее из поколения в поколение – вот главная цель большого мероприятия. Участников фестиваля приветствовал первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков, который после в интервью отметил важность события. Мы не должны забывать историю. У нас должна быть свежая, живая и чистая память, как наши деды и прадеды ковали эту победу. Сегодняшний день, который нам светит, мы дышим свежим воздухом. Это мы должны доносить и постоянно говорить о этих событиях, постоянно говорить правду, чтобы понимали, что чувство патриотизма, чувство духовно-нравственного воспитания, оно в наших детях будет заложено, и мы будем прекрасно понимать, что в завтрашнем дне у нас все будет хорошо. Участники рождественских чтений постарались передать в своих выступлениях всю ту боль и ужасы, доставшиеся русскому народу, прошедшему через войну. Говорили не только о мире, но и заботе о нем. Ты живи, моя Россия, славься, русская земля. Вера, 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 еще раз вера. Не переставать верить, и даже если плохо, в каждой семье, неважно, военные это дети, не военные, верить, молиться Богу. И песня, конечно, помогает нам. В этом году на открытии рождественских чтений слово держали наследники Великой Победы. Ученики Видновской школы номер 9 совместно с Образцовым театром танца Центра детского творчества «Гармония» представили композицию «Вера и война». Основой для миниатюры послужила книга учителя Измаиловской школы Ларисы Гладких «Живая память о войне». Равнодушным выступлением не оставило никого. Ее крестили 22 июня 1941 года в Подольске. Ей был тогда всего один годик. Мы к Кристиной поехали рано утром. А когда вернулись домой, то по радио объявили, что началась война. Впереди еще ряд мероприятий, которые пройдут в рамках рождественских чтений. Видновское благочиние совместно с Управлением образования постарались, сохраняя традиции, в то же время внести нечто новое. В течение полутора месяцев в школах будут проходить классные часы, педагогические советы, круглые столы, семинары и родительские собрания, где речь пойдет о патриотизме и героизме, о важности хранить память о великом подвиге народа и, главное, беречь мир. Александра Столярова, Сергей Ларин, Видное ТВ.